Ну вот, у нас вчера санга была, вечером, и там был вопрос, что делать-то будет? А вот слушай, Решка Прабу предложил вот такую вещь, не то, что предложил. Единственный путь повлиять на то, чтобы преданные выходили на Харинаму, это то, что вот вы же сказали, да, на санге, это самим стать преданным. Но это не совсем так, это путь-то долгий, потому что можно так бесконечно идти, а если находишься на настроении нам аппаратки воспевания, то вкус святому имени может быть утрачен, как бы Фадим говорил, что как же так? Я не хочу в 60 лет вспоминать себя о 40-летнего, когда он был вкусом, и для этого нет. И Восушрешка Прабу предложил, и предложила как единственный путь изменить ситуацию в целом с воспеванием, с намасом киртами, в искон, вообще в обществу преданных, это самим получить этот вкус воспевания. Потому что на сегодняшний день мы не поем намасом киртами, мы поем намасом киртами. Вот особенно это касается мужчин, всех мужчин России в основном, за некоторым исключением. Что такое намасом киртами? Намасом киртами, это когда мы просто поем сами по себе. Мы даже не знаем, что такое вкус, истинный вкус намасом кирт. Потому что в Кали-югу что-то можно сделать только, если есть отношения. Причем такие глубокие-глубокие отношения. Вот мы читаем, читаем и читаем и читаем и читаем и читаем, и слушаем лекции, то, что Господь читания собирал преданных, и они воспевали в Шириасангане. И там были самые близкие спутники. Ну какие спутники? Там его аватара, там Господь не тебе надо, это он же, да? Там Шрия-двайта-ачарь, это он же, да? Там Шрия-двайта-ачарь, там, значит, внутренняя энергия, так сказать, это Гадат-хар-панди. Там Шрия-васта, ну все. То есть это его экспансии. То есть он сам собой пел для того, чтобы у самого себя развить вкус намасом киртами. Представляете? То есть вкус к воспеванию намасом киртами, как югадхарма. То есть ему же нужно было эту югадхарму запустить. А как ее запустишь? Надо только запустить, имея какую-то бесконечную какую-то прему, да, према, которая всех захватит. И вот они там тренировались, кавычка, вот как мы сейчас тренируемся, они там тренировались петь. И были эти все эпизоды, да, когда там какой-то там Шри-васта-кур увидел какого-то чистого в Брахмачаре, который жил там где-то там, да, значит, на окраине деревни, ел только молоко и фрукты. И был такой отреченый. И он его привел, спрятал. Вы знаете эту историю, да? И потом Господь читаний начал петь, говорит, я не могу петь, я не могу петь намасом киртам, то есть вместе не могу. То есть то, что мы вот как раз делаем, то есть мы поем в одиночку там сами в своем мире. И вот ему представили этого, и он сказал, вы что думаете, какой-то молокосос может просто достичь любви к Богу только просто, потому что молоко пьет? Выгнал его. И вот этот вот Брахмачарий, вот он вышел, и вот он понятно, что Господь его милостью дарил, он сразу же почувствовал вот это вот, чем я занимался, то есть я все это делал ради славы. И вот Господь, почувствовав уже в сердце каждого, почувствовав эту разницу, он его сразу позвал, да, позвал их, и он стал тоже с ними. Вот, то есть, понимаете, наш путь, наш путь хоринамщиков, наш путь хоринамщиков, наш путь всех, нас, прийти от нам акиртаны к нам асанкиртаны, это невероятно сложный путь. То есть, послушайте, Решка Прабул просто призвал нас стать всех профессионалами, профессионалами хоринама-санкирты. Ну не в смысле, что вот какими-то такими музыкантами, там, слава все время мантры какие-то играет, я не могу никак попасть. Вот, то есть, это не профессионализм. Профессионализм это, это так, так, чтобы мы пели одним сердцем. Вот мне эта фраза, которую я предлагаю больше не употреблять в этой санке, там, Саша почему-то продавливает, что Гаджахант это сердце хоринама. Он услышал от Артаджуны Хришны Прабой, это неправильно. Сердце хоринамы, это вот санкиртаны, общество преданное, это все вместе. Нет там какого-то одного сердца, потому что это все получается материальный мир. Когда вокруг кого-то собирается этот народ с разными мотивами интересов. Поэтому это очень сложно, и мы будем пробовать это делать, обрести вкус. Потому что если мы только получим вот этот вкус воспевания совместного нам абхаз, совместного прямо, тогда у нас что-то произойдет. И тогда люди начнут привлекаться, нам не надо будет. Вот все говорят, что вот, вот тот-то такой-то вот до меня там. Он обзванивал каждого. Мне все время один старший преданый подходил и говорит, вот ты неправильно делаешь. Вот мне тот-то вот, Джанна Капур, все время звонил, все время меня приглашал, и я приходил. Я говорю, а ты что не знаешь, что ли, надо ходить? Ты уже 30 лет в движении. Ты, Харинамщик, ты на польском туре всегда ездишь с утра до вечера, там, играешь на Харинамках. Тебя почему звать-то нам? Ложное эго просто хочет, что ли? Ну, мы с ним так. Ложное эго, вот как бы, ну, ну, говорит, ну да, вот когда тебя лично зовут, это как-то вот, как-то вот. Говорю, да тебя же позвал Господь Читания, так выходи. Ты же ведь точно Харинамщик. Почему ты не выходишь? Ну, вот, понимаете? И вот это вот, да не надо будет звать кого-то персонально, писать там вот эти посты, которые все время там выдумывают, дорогие преданные, там, цитаты, все это, давайте выходите. Если они увидят, что мы начнем петь намасанкиртам, намабхасам, вот, увидят, что у нас отношения близкие, глубокие, настоящие, не имперсональные, потому что имперсонализм просто в нас пропитан, просто вот пропитан. И вот надо, вот, покажите Матаджи. Пример, вот, Матаджи, вот, они спонтанно, ну, у них просто природа еще такая, коллективная, вот, они спонтанно это все делают, они все время, у них обмен эмоций, они все время дружат на Харинаме, они вместе поют. Вот у них намасанкиртам, у мужчин нет намасанкиртам, у мужчин намасанкиртам. Но если вы посмотрите какие-то Харинамы в других городах, о чем Адираса Прабу очень жестко, так сказать, проехался, так сказать, на мой ответ, на мой вопрос, когда он давал лекцию, я даже этот фрагмент вырезал, он просто в шоке был, что происходит, потому что выходит такая Харинама, там, такие Матаджи, такие, глянами, такие, сари, как на, 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 как, на своем вару такие все выходят, и они не поют, они просто, как там, ну, боворотики все эти. И вот они выходят, они не смотрят друг на друга, у них взгляд куда-то туда устремлено, да. И вот они вот плывут и не поют, просто танцуют. Вот это не намасанкиртам. Кажется, что такая красивая Харинама, прямо ух, там такие бахты идут, такие степенные, знаете, такие. Такие бахты, они, когда приходят в движение, они такие энтузиастичные, прыгают, вот как Слава. Потом женятся, они становятся такие Прабу, такие уже идут, вот уже нормально, уже жизнь состоялась. Никогда не Кришна, уже прыгать не хочется, такие вот, серьезные, выплывают такие за угла. Харинама это веселый метод, радостный, счастливый, прыгающий, такой вот, ну, в меру возможности, чтобы народ прыгает. И самое главное, он должен быть, сердца нужно пытаться открыть. Я не знаю, как это делать. Это нужно, вот просто, знаете, как вот взять себе, как вот правило, что мы должны от намасанкиртам прийти к намасанкиртам. Вот это нам нужно, больше всего. И вот сейчас у нас такая возможность предоставлена, смотрите. Никого нет! Подтверждение. Никого нет! Нет. Никого нет, понимаете? То есть мы можем сейчас вместе быть, потому что, когда мы выходим на вайнера, там тысячи людей. Кто-то машет, кто-то, кто-то чего-то, кто-то, в общем, короче, все. И они все время нас дергивают, наше внимание, наше внимание. А здесь никого нет! Нет. Поэтому мы можем спокойно здесь петь, именно вот как вот в Шри-Васангане, да? То есть вместе, на Масанкирте. Это как бы у нас там и персонажи, это трудно. Ну, что-то надо делать. Потихонечку. Мы же знаем постепенно процесс, да? Шаг за шагом. Вот. Ну и погнали тогда. Ну, какие инструменты, ну, еще вот вместе читать Багава, там, какие-то сближают. Это само собой. Да. Само собой. Что еще вместе? Просад кушать? О! У нас просады начинать. Что у вас влезет? Можно добавить? Да. Я вот заметила, что если, ну, допустим, вникать в то, что ты поешь и стараться осознать. Как вот, например, мы мантру читаем о Шри-Прокхупаде. То, когда ты начинаешь, ну, как бы думать именно о том, что ты говоришь или поешь, то тогда вот сердце, да, когда тогда сердце начинает открываться. Поэтому стараться вот именно, ну, как бы думать о том, что мы поем. Еще что-нибудь там поговорим. Я все.